Всем привет! Это второй урок по исполнительной черепашке на языке Луа. Сегодня я расскажу, как проще всего научиться решать простые задачки с помощью этого исполнителя. Ну что за простые задачки? Под этим я подразумеваю повторение какого-нибудь рисунка. Например, вам говорят, нужно нарисовать вот такую-то ракету или, например, букву из алфавита. И показывают вам эту буковку или эту ракету, нарисованные по клеточкам. Ну что, мы берем тетрадку или блокнот в клеточку. Если у нас есть ручки в виде черепашек, вообще хорошо. Но, скорее всего, у вас нет, поэтому берем обычную шариковую ручку с колпачком или вот с таким хвостиком. Этот хвостик будет показывать голову нашей черепашки. А черепашка, как вы знаете, с первого урока, она исполняет команды «иди вперед», «мув». Она движется туда, куда смотрит ее голова. Так что, если мы возьмем нашу ручку, упрем ее пишущим кончиком в бумагу, будем смотреть на нее сверху вниз, мы увидим вот такой колпачок и вот такой хвостик. Колпачка-хвостик будет нам играть роль головы черепашки. Так что, если мы сейчас нашей черепашке, вот она уперта у вас в листок, мы ей говорим «иди», ну, команда «мув» на английском языке, конечно, «мув» и в скобочках говорим «два», то наша черепашка пройдет два черепашек шага. Так, так. И у вас за черепашкой останется след. Поэтому, если вы возьмете клетчатый листочек вашей бумаги, нарисуете заранее какой-то силуэт, какую-то фигуру, вы спокойно можете вашей черепашкой начать выполнять обход, можете начать писать программу, алгоритм рисования такого изображения с помощью вашей черепашки. Вот. Ну, тут довольно сложная, честно говоря, картинка слона. Так. Хочу напомнить вам вторую важную команду, которую умеет выполнять наша черепашка. Кроме «двигаться вперед», «мув» команда, есть команда «повернись». Наша черепашка умеет поворачиваться вправо или влево на определенное число градусов. Полный оборот черепашки. Черепашка у нас по умолчанию, значит, когда вы запускаете вашу программу, она всегда смотрит головой вправо. Голова у нее направлена вправо. Так что, если вы говорите нашей черепашке «иди», она пойдет вправо. Поэтому, чтобы черепашка шла в правильном направлении, мы должны ее сначала развернуть. Например, если вы хотите развернуть вашу черепашку вверх, то мы ей даем команду «повернись налево на 90 градусов». Почему на 90 градусов? А вот мы смотрим на нашу подсказку. Видите, вот 90. Как раз это поворот направо. Про углы я уже вам немножко рассказывал в прошлом уроке. Плюс вы в школе будете проходить. Дома попросите у родителей, или может быть у вас есть транспортир. Отличная вещь. Кладете на ваш клетчатый листочек такой транспортир. В центре здесь ваша черепашка. И, например, располагаете вот эту сторону вашего транспортира. Здесь центр черепашки, а здесь ее голова. И смотрите, насколько нужно повернуться вашей черепашке. Если, например, нашей черепашке нужно развернуться на 90 градусов влево, то вы смотрите по внутренней части транспортира. Видите, 90 градусов. Но я думаю, с помощью вот этой схемы и транспортира вы сами разберетесь. И вот эти я тоже уже вещи вам рассказывал. Так, ну давайте посмотрим пример. Допустим, вам дают задание нарисовать букву Я. Программа у вас, если вы русским языком будете писать алгоритм, который должна выполнить ваша черепашка для рисования буквы Я, примерно такой. Иди столько-то шагов, поверни на столько-то градусов, потом иди столько-то. Ну и повторяется. В конце мы просим нашу черепашку подождать, чтобы мы успели увидеть на экране то, что черепашка нарисовали. Есть такая команда у черепашки. Wait. Так, ну вот я напоминаю те команды, которые у нас основные у черепашки. Мы будем пользоваться всего тремя пока. Move, это значит иди вперед. Turn, это значит повернись. Ну и в конце мы будем использовать команду Wait. Мы не будем указывать в скобочках количество секунд, поэтому будет она ждать, пока мы не закроем окошко нашей черепашкой. Правда, эти команды я чуть попозже расскажу. Так, возвращаемся к нашей букве Я. Давайте попробуем. Так, ну, вы на экране видите клеточки у меня здесь есть. Давайте попробуем. Так. Прекращаем нашу презентацию, чтобы я мог здесь рисовать. Так, давайте, во-первых, нарисуем нашу букву Я. Я хочу посложнее сделать букву, например, не только с прямыми углами. Вот смотрите, как я мог бы нарисовать букву Я. Замечательная буква Я, кстати. Так. Например, вот так. Давайте поровнее сделаем. Так. Это я пока чертеж делаю. То, что вы на своем клетчатом листочке рисуете, еще до того, как раздаете команды вашей черепашке. Так. Ну, вот такая я есть. А давайте сделаем более сложную. Я. Так. Как-то я тут немножко не попадаю по клеточкам. Вот так. Так. Я хочу, чтобы у нас черепашка... Ну, ладно, будем считать, что это у меня такой полукруг. Так. Эту линию мы развернем по вертикали. Итак. Как наша черепашка начала в начале находится здесь? Наша черепашка, если вы помните, она в начале выполнения нашей программы развернута головой вправо. Так что, если мы начнем давать команду нашей черепашке вперед, она пойдет куда-то сюда. Нам это не подходит. Мы должны развернуть нашу черепашку влево. Для разворота влево мы должны указывать отрицательное число градусов. Так что здесь будет команда сначала. Турн минус 90. Потом мы должны пройти какое-то расстояние. Допустим, высота буквы у нас 100 черепашек шагов. После этого мы должны сделать какой-то полукруг. Потом должны повернуться на определенный угол и пройти вот сюда. Вот я у нас готова. Как вот эту рисовать букву я вам говорить не буду. Давайте сразу смотрим такую букву. Хочу напомнить. В первом уроке вы, наверное, смотрели уже. Вот программа. Программа рисования квадрата. Видите, все просто. Можете сделать субкадр и посмотреть. Так, а пока я начну рисовать нашу букву я. Так, что это за команда, про которую я не говорил? Show. Это показать черепашку на экране. Но это не обязательно. Пусть черепашка показывается так. Помните, для того, чтобы нарисовать букву я черепашка на нашем чертеже, мы вначале находимся здесь. Мы должны повернуться налево на 90 градусов. Помните, да? Так, вот здесь мы, черепашка наша находится. Итак, как поворачиваться? Так, ребята, я забыл сказать, для чего нам клетчатая бумага. Мы вначале начертили на клетчатой бумаге наш рисунок. Теперь, когда рисунок готов, мы можем ставить нашу черепашку в точку, в начальную. Поворачивать хвостиком нашу ручку вправо. И мы можем посмотреть, какой набор команд нужен для нашей черепашки, чтобы нарисовать эту букву я. Но я все это, конечно, представляю в уме. Мне никакая бумажка с клеточками и с ручкой не нужна. Но вам будет сильно проще, если тяжело понять, просто пройти по уже нарисованному вашему рисунку с помощью вашей черепашки, которая у вас сделана из ручки. Итак, ручка становится сюда. Первая команда. Поворот. Поворот налево. Записывайте где-нибудь, вот как я по-русски писал. Повернись. Повернись на 90 градусов. Это вот сюда. Так, записали первую команду. Теперь следующая команда. Идти. Мы договорились, что у нас буква высотой 100. 100 черепаших ходов. Следующую команду пишем. Иди 100. Вот она проходит. С этим немножко сложнее. Я хочу разбить это на несколько отрезков. Например, после этого мы попросим повернуться нашу черепашку направо, на 90 градусов, чтобы она смотрела в эту сторону. И сделала, допустим, 20 шажков. Потом мы ее просим еще повернуться, но уже не на 90, а на маленький какой-нибудь угол сюда. Сделать еще 20 шагов. Потом еще повернуться, еще, 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 еще. И потихонечку наша черепашка придет вот сюда. Я сейчас не могу в голове рассчитать, сколько нам таких маленьких отрезочков. Вот такой, вот такой, вот такой. Так, немножко у меня косо получается. Но не важно. Видно, что несколько отрезков нужно, чтобы она вернулась сюда. Так, допустим, черепашка уже пришла сюда. Все эти команды у нас записаны на бумаге. Потом мы и должны повернуть нашу черепашку куда? Вправо или влево? Так, головой она направлена сюда. Значит, если вы посмотрите, если ей нужно по этому направлению идти, то вы у вашей черепашки скажете команду «Повернись налево». Ну, градусы тоже рассчитаете, посмотрите. И останется последняя команда «Иди». Здесь мы тоже рассчитаем. Ну, допустим, здесь будет 70-75 шагов. Вы это сможете потом, посмотрев, как ваша черепашка рисует, вы сможете все цифры, числа точнее, поправить. Вот. И в конце не забудьте команду «Подожди». Так, ну давайте приступаем. Я больше рисунок не буду показывать. Я постараюсь побыстрее нарисовать нашу букву «Я». Так, «Мув» 100, 100 шагов. Поворачиваем. Так, нет, ребята. Помните, черепашку нужно развернуть вверх сначала. «Торн» минус 90. «Мув» 100. Так, черепашка теперь вверху, буква «Я». Теперь повернем ее направо. 90. Так. Здесь у нас ширина буквы будет, пусть будет 50. Давайте я запущу, посмотрю. Сейчас должна буква «Г» получиться. Вот у нас есть буковка «Г». Нормально. Но я хочу немножко не так делать. Я хочу сразу отсюда начинать, начинать и маленькими отрезками идти сюда. Поэтому мы делаем, допустим, «Двигайся» 10. Давайте я еще раз запущу. Так, вот «Г» у нас маленькая. Теперь мы должны немножечко повернуть. Ну, давайте на 10 градусов. Так, давайте на 15 градусов. 15 градусов. Что у нас получилось, видите? Уже небольшое закругление. Давайте вот эти вот строчки еще повторим. Я специально отступаю. Давайте еще раз повторим. И еще раз повторим. Смотрим. Так. Мы даже до середины пока еще не дошли. Ну, ладно. Повторяем еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз повторили. У вас количество... Так вот, тут мы увидели случайно нашу черепашечку в виде треугольничка. Так. Я вижу, что наша черепашка... Как-то наша черепашка... Давайте-ка не так будем делать. Давайте будем пользоваться... Давайте будем пользоваться переменными. Чтобы мне потом не пришлось все исправлять. Local. Это шаг 1. И мы его сделаем. Шаг 1 равен 10. Local. Угол 1. Допустим, он будет у нас равен 10. Так. Для чего я это сделал? Сейчас я всю эту хитрость вам покажу. Так. Здесь она у нас на 90 уже развернута, значит, вправо. И я относительно... Я еще раз ее попрошу. Чтобы у нас только повторяющиеся были одинаковые команды. Я попрошу ее... После того, как мы вправо уже смотрим головой, я попрошу ее развернуться вправо. И сделать шаг. И вот это мы повторим. Жалко, что мы с вами еще не прошли повторы. Как заставить нашу черепашку повторять одну и ту же команду или несколько команд. 10 или 20, сколько угодно раз. Поэтому у нас пока... Поэтому у нас пока... Вот так. Примерно 10. Давайте теперь... Так, я поменьшу наш текст, чтобы мы больше видели на экране. Давайте попробуем запустим живое программирование. Так, я вот только не уверен. Да, работает. Смотрите, наше живое программирование. Так. Когда у нас нажата вот эта вот кнопка, то мы можем мышкой, зажав эту мышку, можем вправо или влево менять наши числа. И сразу видеть результат. Насколько ушла наша черепашка. Так. Ну, степ это у нас... Насколько... Какая длина маленького шажка при рисовании вот этой округлой части буквы Я. Так, что-то я не могу его очень плавно менять. А, нет. Вот я смог. Так. И давайте угол посмотрим, если мы будем менять. Отлично. Если мы делаем маленький угол или угол в другую сторону, то у нас... О, кстати, отлично. Можно нарисовать дерево, например. Или фонарь. Так. Ну, мы рисуем буквы Я. Так. Двигаю, двигаю. Отлично. Останавливаю это живое программирование. И сейчас я попробую вручную уже поправить. Вот, может быть, с восьмерочкой отлично получится. Так. Ну, что, смотрим. Черепашка еще не дошла немножко. Так. Давайте угол тогда больше сделаем. Например, на 16, чтобы она поворачивалась. Что наша черепашка? Вот она почти дошла. Отсюда уже можно рисовать ножку. И заканчивать наш урок. Так. Это вот было такое рисование полукруга у Я. Теперь осталось две команды всего. Поворот. И рисование ножки. Здесь мы уже переменные не используем, так как у нас неповторяемые переменные. А представляете, если бы я здесь числа оставил, как я до этого сделал. Представляете, мне пришлось бы ходить по каждой строчке и вместо переменной здесь вручную менять это число. Но это же вообще ужасно. Кто так делает? Ну, я так делаю. Раньше делал. Так. В общем, здесь мы рисуем уже ножку. Поворот. Повернуть мы должны налево. Ну, допустим, давайте. Ну, на 60 градусов. Это я наугад сейчас. Если у вас есть транспортир, вы сразу могли бы примерно узнать, насколько нужно повернуться ваши черепашки. И насколько, ну, допустим, на 70. И давайте запустим опять вместо вот этой кнопки мы нажмем живое программирование. И заметьте, это живое программирование, оно работает, если мы wait не укажем в секундах. Например, если бы у нас же здесь пятерка была, жди 5 секунд. Мы запускаем и пробуем что-то поменять. А нет, знаете, она и так работает нормально. Так, ну, я уже вижу, у меня где-то ошибка. Не туда я повернул. У нас черепашка, смотрите. Черепашка, когда она пришла сюда, она мордочкой смотрела сюда. А нам нужно ее развернуть мордочкой сюда. Это означает, нужно развернуться налево, чуть ли не на 180. Ой, не на 180. Давайте вот так сделаем. Останавливаем. Выполняем наши программы. Делаем минус. Давайте, если ошибаюсь, я поправлю. Нет, я почти не ошибся. Так, запускаем живое программирование. И давайте, мы можем либо длину ножки регулировать, либо можем угол. Так, давайте ножку нашу немножко уменьшим. И опять угол, угол оборачиваем. Ну что, по-моему, я? Или это у меня не я? Или это буква R у меня получилась? Я их все время путаю. Ну что, что у нас там дальше? По плану? Останавливаем. Так, команда jump. Так, давайте. Нарисовали букву. Я сейчас быстро показываю, как эту букву превратить в функцию. Например, вам говорят, ладно, рисуется у вас одна буква Я. Давайте, вот вам 20 секунд, сделайте так, чтобы две буквы Я или даже три буквы Я рисовались рядышком. Что делать? А все просто. Берем. Так. Берем и превращаем рисование буквы Я в функцию Function. Рис. Ну вот, все-таки не буква Я у меня была. Рисуй букву R, английскую. Ладно, пусть рисуй букву R. Здесь ставим end. Так. И запускаем. Ничего не нарисовано. Почему? Потому что функцию я определил, рисR, но я ее не вызвал. Ее нужно обязательно вызвать. Вот здесь. Ну, я вам говорил, что нужно три буквы R нарисовать. Вот я три подряд их и нарисовал. Что же это у меня такое получилось? А, ну все ясно. Когда я рисую R, я не делаю так, чтобы... Так. Что же я там должен сделать? Поворот на 90. Ага. Каждый раз... Так. Давайте будем даже так делать. Договоримся, что после рисования какой-либо фигуры, мы всегда делаем так, чтобы наша черепашка носом смотрела... Поворачивалась носом вправо в изначальное положение... В ее... Давай тогда вот это вот сюда перенесем тоже. Не хочу затягивать урок, но... Так. Давайте посмотрим. Лучше не стало. Итак. После того, как мы нарисовали одну буковку... Куда у нас смотрит мордочкой наша черепашка? Вот сюда. Вниз и вправо. А нам нужно, чтобы наша черепашка смотрела вправо мордочкой. Это значит, нужно развернуться налево. Давайте развернемся налево. Налево. 75. Так. А как проверить, что мы развернулись налево? Давайте мы... Я потом это сотру. Мы нарисуем вот такой хвостик. Вот она развернулась и должна как бы вправо уже. Так как мы развернулись налево, она была вниз. Относительно ее движения мы разворачиваемся немножко налево. Так. Ну, я вижу, что направление у нас неверное. Нужно угол сделать поменьше. Допустим, вот такой. 65. Вот. Уже ближе к правде. 60. Еще ближе. 55. Ну, уже похоже. Не будем тут играть уже с этим. Так. Move мы можем убрать. Так. А давайте теперь начертим все три наших луковки. R, R, R. Так. Ладно. Угол все-таки немножко поправим. Так. Или я давайте живым программированием этот угол. Тяжело мышкой попасть. Я очень на небольшое расстояние передвигаю нашу. Так. Ну, я уже вижу. Там 52 должно быть, что ли. И вообще ровненько так получилось. Так. Ровненько. Но мне не нравится, что у нас буквы, как будто строчки у швейной машинки. Видите, как нитка идет. Я хочу, чтобы здесь был перерыв. Помните, какие у нас команды есть? У нас есть команда jump. Команда jump позволяет тоже двигаться черепашке, но ничего не рисовать. Поэтому мы вот этот move в конце каждой нашей буквы мы заменим на jump. И посмотрим на результат. Отлично. Три буквы R нарисованы в ряд. И для этого я не переписывал вот этот огромный код. Так. Ага. Вот я вижу функции, которые у меня спрятаны. Вот кто-то спрашивал. Давайте тоже как бонус идет для нашего урока. Переносим в самое начало эти команды и смотрим. Кто-то спрашивал, как менять размер поля. Поле по умолчанию у нас 450 или там 400 на 400. Значит, здесь у нас 0. Начало координат. Отсюда 200 сюда, 200 сюда, 200 сюда. Давайте сделаем 600, например. Если мы хотим побольше картинку. Вот, отлично. И у нас даже видно, отлично, кстати, что третья буква R нарисована, а черепашка вот сюда перепрыгнула. Так. А что если мы хотим рисовать, например, не из центра, а начинать вот с этой части экрана? А мы можем тогда начало координат, положение нашей черепашки перенести. Дело в том, что координаты вот в этом окошке считаются оригинальной координатой слева верхнего угла. Так что при запуске нашей черепашки мы должны начало координат сдвинуть на 0, чтобы вот оно здесь было 0 и отсчитать середину размера. Ну, размер у нас 600, например. Значит, по х у нас будет 0, а по у вот сюда будет 300. И воспользоваться этой командой. Ее только один раз запускаете, и все в начале. И все будет хорошо. Так, по х 0, а здесь будет 300. И запускаем наше. Что произошло? Это команда нашу черепашку переместила вот сюда. Так что рисование и жизнь нашей черепашки началась с этой точки. Ну, по-моему, все отлично. Урок можно заканчивать. Так. Ну, вот я примерно это же и сделал, что на экране. Вот рисование квадрата я вам говорил. Рисование квадрата переведено в функцию. Мы просто добавили ключевое слово function, название функции, скобка, скобка. Здесь тот же код, который у нас был. Вот он. Он без изменения перенесен внутрь функции описания. Не забывайте end. Если мы пишем function, это начало функции. Потом имя идет, скобка, скобка. Дальше идет тело функции, где мы все команды, которые хотим, чтобы выполнялись при вызове функции, вот эти команды выполнятся. Здесь end стоит. Все. Отлично. Функция у нас уже описана. Теперь ее нужно вызвать. Мы вызываем ее вот так. Ну, хочу напомнить, что у нашей черепашки есть еще дополнительные команды. Показать черепашку, спрятать черепашку, выбрать черепашку по номеру. Если у нас несколько черепашек будет, пик выбрать. Это создать точнее черепашку. Например, черепашка 1. Так. Пик можно выбрать тоже первую черепашку. Move мы знаем, это идти вперед. Turn это повернуть, повернуть. Jump тоже знаем, Back знаем. Задать цвет. Но эта функция, она задает цвет не карандаша, который у черепашки. Она просто задает цвет, и его можно занести в какую-то переменную. Например, мой любимый цвет. Потом эту переменную можно использовать в этой функции. Цвет ручки. PenColor. И здесь мы ставим ту переменную, в которую мы занесли этот цвет. Вместо этой переменной цвет, мы можем другую функцию выбрать. Эта функция Rank, она возвращает все время случайный цвет. Это для того, чтобы не мучиться, не рассчитывать цвет смешением красного, зеленого и синего. PenDown. Это опустить перо, чтобы черепашка начинала рисовать. PenUp. Это поднять перо над бумагой, чтобы... Ну и перо в ручку. Я уже тут употребил и ручка, и карандаш, и перо, чтобы не рисовать. А когда черепашка прыгает, то как раз перо поднято. Над бумагой ничего не рисуется. Так, PenSize. Это толщина ручки. По умолчанию у нас тоненькая ручка, которая всего единичка. Так что мы можем выбрать, например, PenSize и в скобочках указать цифру. Например, 3 или 5. А давайте как раз я сделаю сейчас в нашей программе вот так. Здесь я не указываю перед рисованием первой, потому что вы помните по умолчанию. Но это по умолчанию значит, когда мы запускаем нашу программу. Ручка толщиной единичка у нашей черепашки. Вот мы ее запустили. Смотрите, как классно. Функция одна и та же. Я в ней не менял ни строчки. Зато перед ее вызовом просто толщину ручки указываю и говорю, вызови нашу функцию, которую рисует букву R. Ну отлично. Черепашка тоже толстенькая стала. Так. Ну все. На этом. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова